Здравствуйте! Нужно записать число 14897 в развернутом виде. Давайте я перепишу это число, причем цифры буду писать разными цветами, чтобы мы их могли отслеживать. Итак, у нас есть 14000… Я не хотела так крупно писать, но ладно. 14897. Голубой цвет я уже использовала, теперь, наверное, лучше использовать желтый. 97. Давайте подумаем, в каком разряде находится каждая из этих цифр. Вот эта семерка находится в разряде единиц. Цифра 9 находится в разряде десятков, т.е. она буквально означает 9 десятков. И мы чуть позже это увидим. Семерка, в свою очередь, означает буквально 7 единиц. Цифра 8 находится в разряде сотен. Цифра 4 в разряде тысяч, т.е. буквально означает 4 тысячи. А 1 находится в разряде десятков тысяч. И, видите, каждый раз при перемещении на один разряд влево вес предыдущего разряда умножается на 10. Разряд единиц, разряд десятков, разряд сотен, разряд тысяч, разряд десятков тысяч. Давайте подумаем, что это значит на самом деле. Если цифра 1 находится в разряде десятков тысяч, то это значит… Давайте обозначу это так, чтобы стрелки не перемешались. А вообще-то давайте начну с другого конца. Начну с того, что собой представляет цифра 7. Итак, 7 буквально означает 7 единиц. А если представить это по-другому, то можно сказать, что это означает 7 умножить на 1. Обе записи одинаковы, и обе означают 7 единиц. Теперь подумаем о цифре 9. Вот почему я начала справа, потому что стрелки в этом случае не пересекаются. Что означает цифра 9? Это 9 десятков. 9 десятков вы могли бы представить себе так – 10 плюс 10 плюс 10 и т.д. 9 раз. Вот что буквально означает 9 десятков. Итак, 9 десятков, или можно было бы сказать, что это то же самое, что и 9 умножить на 10, или 90. Всеми этими способами можно представить эту девятку. Напишу здесь все способы представления. Эта девятка представляет собой либо 9 десятков, либо 9ю 10, либо 90. Затем идет цифра 8. Она представляет собой… Ну, мы видим, что она стоит в разряде сотен, значит, она представляет собой 8 сотен. Или можно было бы ее представить как 8 умножить на 100. Ой, нет, не на 1000, а на 100. Или как 800. Эта восьмерка буквально означает 8 сотен, или 800. Затем идет цифра 4. Думаю, сама идея вам уже понятна, да? Четверка находится в разряде тысяч, т.е. представляет собой 4000. А это, в свою очередь, то же самое, что и 4 умножить на 1000, или 4000. И, наконец, вот эта цифра 1. Она находится в разряде десятков тысяч, т.е. буквально представляет собой 1 десяток тысяч. Ну, если представить это в виде фишек для игры в покер, то 1 десяток тысяч – это была бы одна голубая фишка. Каждая голубая фишка – это 10 тысяч. Не знаю, поможет ли вам такая аналогия. Один десяток тысяч – это, в свою очередь, 1 умножить на 10000, т.е. 10000. Итак, если нас попросят записать это число в развернутом виде, то мы можем записать 14897 как сумму всех этих чисел. Можно назвать их компонентами числа 14897. Давайте я вот здесь допишу, что 7у1 означает 7. 14897 – это то же самое, что и 10000 плюс 4000 плюс 800 плюс 90 и плюс 7. Это можно считать развернутой формой записи. Можно и так записать число в развернутом виде. 1 умножить на 10000. Зависит от того, что люди считают развернутым видом. 1 умножить на 10000 плюс 4 умножить на 1000 плюс 8 умножить на 100 плюс 9 умножить на 10 и плюс 7 умножить на 1. Итак, любую из этих форм записи можно считать записью числа в развернутом виде. Вот и все. До встречи на следующем уроке!